всем огромный привет рада видеть вас на своем канале вернулись ко мне вот такие ручки не знаю в чем причина но на трех ногтях клиентка говорит покрытие сошло прям пластом правда не знаю в чем моя ошибка то что с остальных ногтей мы сняли покрытие ни одной даже нет отслойки если бы что-то было косячное в моей работе то на остальных ногтях были бы хотя бы отслойки то есть покрытие начинало бы отходить от ногти но на остальных ногтях все отлично а вот именно на вот этих вот причем на рабочих это правая рука два ногтя отошло в общем снимаю старый материал длину не трогаю потом пилочка немножечко скорректирует так в принципе длина клиентка устраивает снимаю материал до тонкой подложки аккуратно не спеша фреза скользит по ногтю на ноготь не давлю чтобы не сделать пропил видео с этой работы есть на канале кому интересно ссылка на него оставлю в описании дальше пил я буду делать укрепление полигелем и ногти которые отвалились я буду немножечко донаращивать до длины остальных целых ногтей поэтому сейчас свободный край я не трогаю прохожу пилкой по поверхности убираю остатки материала распушиваю чешуйки ногтя уцелевшие ногти я опиливаю придаю форму свободному краю выравниваю ее и также прохожу пилкой по поверхности убираю глянец отрывшей части ногтевой пластины маникюр отодвигаю кутикулу открываю под кутикульный карман и теперь фрезой прочищаю маникюр отручей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На подготовленные ногти наношу праймер Наношу базу, теряю ее в распушенной чешуйке ногтя Базу наношу тонким слоем и сразу на все ногти Укреплять буду полигелем от Rosalind с AliExpress У меня есть Born Pretty с AliExpress, он мне очень нравится Вот решила разнообразить свой полигель с AliExpress, заказала Rosalind Он нежно-розового оттенка, мы сегодня будем делать франч, поэтому нужно что-нибудь камуфлирующее Клентка захотела розовое ногтевое ложе Выдавливаю полигель на ноготь и апельсиновой палочкой смоченного обезжиривателя Утаптываю материал и формирую будущий ноготок Кутикуле и бокам свожу материал к минимуму Основную массу оставляю в зоне апекса и посередине ногтя И дальше распределяю материал по поверхности Также на весу достраиваю недостающий свободный край Этот полигель, если вы пробовали полигель от Born Pretty, то этот вот немножечко, чуть-чуть жиже Например, когда я Born Pretty вот так вот выстраиваю на весу ноготь Born Pretty практически не провисает, не тянется Вот видите, немножечко в уголочке тянется за апельсиновой палочкой полигель У Born Pretty такого нет, он такой статичный Как сказать, стоит на месте, пока его апельсиновой палочкой немножко не подвинешь Этот немножечко все-таки под воздействием обезжиривателя растекается С ним работать немножко дольше Если выбирать между этим и Born Pretty, лично мне больше нравится Born Pretty Потому что он более послушный, его легче контролировать Но кому интересно, ссылку и на тот, и на тот полигель оставлю в описании под видео Уцелевшие ногти просто укрепляю Точно так же выдавливаю капельку материала И распределяю его по поверхности ногтя Полигель у меня не получается ровно выложить Особенно если нужно достроить небольшой свободный край на весу В таком случае он, как его не выглаживай, все равно он не ровно ложится Потому что немножечко провисает на свободном крае Поэтому снимаю липкий слой и фрезой опиливаю Делаю поверхность ровной Также ногти, которые я донаращивала, нужно выровнять с внутренней стороны Так как полигель волей-неволей все равно немного провисает Пилочкой поправляю торец после фрезы Цвет у полигеля красивый Смотрите, он не просвечивается На двух ногтях у нас немного донарощен свободный край Цвет абсолютно не просвечивается То есть можно даже прикрывать топом и так оставлять Но клиентка моя очень любит френч Я, конечно, не сильно люблю его рисовать У меня не сильно получается А не сильно он получается из-за отсутствия практики Так как у меня мало клиентов просят френч, соответственно, у меня и практики в этом дизайне очень мало Если каждый день рисовать френч, естественно, он уже будет отлетать от руки А так как у меня это происходит раз в месяц То, соответственно, и френч получается не такой, каким бы я хотела его видеть А вижу я, конечно же, френчи только в инстаграм А там все идеально вылизано Поэтому я в своих френчах тоже стремлюсь до такого идеала Но надо больше практиковаться То же самое и в дизайне, например, с цветами Многие мне пишут, что ой, какие у вас классные дизайны Да это же надо художественное образование Нет, у меня нет абсолютно никакого художественного образования Это просто каждодневная практика Просто каждый день я в один период рисовала на типсах И вот так вот набила руку Так что если что-то делать каждый день То на сотый день у вас обязательно все получится Дублюрую вторым слоем линии свободного края Делаю ее поярче, кое-где цвет лег проплешинами Сейчас все исправляю И украсим френч несложным цветком Черным гель лаком рисую три лепестка в уголочке Наношу розовые блестки на лепестки Оставляя тоненький черный контур Прорисовываю черный контур там, где все-таки блестки закрыли его И добавляю несколько таких вот воздушных усиков цветочку Перекрываю все ногти топом Топом нужно перекрыть так, чтобы максимально скрыть переход к ступеньке Для этого просто небольшие капельки топа ставлю в этом месте и переворачиваю ноготок И вот такие ноготки у нас получились Свежий, яркий, френч летний Кстати, цветной френч летом, по-моему, очень круто смотрится И вот клиентка вернулась спустя три с половиной недели На ногти среднего пальца есть отслойка со стороны кутикулы Но, скорее всего, в 90% случаев это моя вина Что-то я не дочистила, что-то я не увидела, не убрала Или, когда выкладывал полигель, немного обезжириватель затекло под него И там не образовалась цепка Но, скорее всего, здесь именно моя вина Вот такой маникюрчик у нас получился Надеюсь, вам понравилось видео Если это так, жду от вас лайк, подписывайтесь на канал Впереди много интересных видео И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать их На сегодня у меня все Берегите себя Всего доброго и хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok